Здравствуйте! Добро пожаловать в студии «Открытый диалог». Зоны свободного предпринимательства и промышленные парки стали эффективным инструментом для развития производственного сектора в стране и привлечения инвестиций. Последние годы более активно начали развиваться не столько свободные экономические зоны, сколько промышленные парки, которые, по мнению представителей Министерства экономики, должны послужить эффективным инструментом для восстановления промышленного сектора Молдовы. Смогут ли промышленные парки привлечь серьезные инвестиции в нашу страну и стать выходом для молдавской экономики? Какие преимущества предоставляют промышленные парки своим резидентам, соответствуют ли они стандартам. У нас много вопросов, например, насколько они привлекательны для инвесторов. Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, госпожой Ольгой Бадановой, начальник управления инвестиционных политик и конкурентноспособности. Здравствуйте. Наша дискуссия пройдет в формате телемоста. С нами на связь выйдут наши коллеги из студии АТВ из Камрата. Елизавета, здравствуйте. Представьте нам своих гостей. Самый крупный промышленный парк в Молдове открылся в Камрате 20 января, в день празднования храма города. После создания необходимой инфраструктуры в нем разместят 50 новых предприятий с 2,5 тысячами рабочих мест. Для этих целей выделено около 50 гектаров земли. Сегодня в нашей студии примет участие в нашем диалоге Василий Савович Нейковчин, председатель Камратского муниципального совета. Добрый день. Здравствуйте. Борис Константинович Новак, начальник гостроинспекции ГГУЗИ. И Петр Иванович Иванов, заместитель примара муниципия Камрат. Здравствуйте, уважаемые участники. Диана, вот в таком составе мы готовы к дискуссии. Пока передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Ну что ж, госпожа Ольга, расскажите нам вкратце, что такое промышленные парки, что они из себя представляют и какие преимущества? Да, прежде всего промышленные парки, как вы сказали, это эмоционные инструменты развития экономики, развития бизнеса для нашей страны. Политика промышленных парков внедряется в нашей стране с 2010 года, когда был разработан и утвержден новый закон о промышленных парках. Но прежде всего, что такое промышленный парк? Промышленный парк — это ограниченная территория, которая снабжена инфраструктурой как производственного, так и общетехнического назначения, где работают экономические агенты, согласно закону о промышленных парках. Это преимущественно должны быть экономические виды деятельности, промышленные виды деятельности. Как правило, территорию промышленного парка администрирует предприятие-администратор, главная задача которого — оказывать услуги резидентам по поставке необходимых ресурсов, газа, воды, электроэнергии. Оказывать услуги по сохранности территории, по уборке территории. Администратор парка может оказывать какие-то консалтинговые услуги, юридические, бухгалтерские, другие виды услуг. То есть на территории промышленного парка администратор создаёт экономическому агенту условия для его бизнеса. То есть экономический агент непосредственно выполняет свою программу производственную, не задумываясь о том, что ему нужно заниматься вопросами по обеспечению своего бизнеса, своего производства, сопутствующими какими-то услугами, материалами, энергоносителями, водой, теплой энергией и так далее. Прежде всего, закон о промышленных парках не трактует процесс, что государство создаёт промышленные парки. Согласно новому закону, государство оказывает поддержку в процессе создания и развития промышленных парков через определённые какие-то льготы. Это согласно новому закону? Согласно новому закону. А старый? Старый закон делимитировал роль государства в процессе создания парка. Но вы знаете, как любое экономическое явление, оно не может быть навязано бизнесу. Бизнес сам находит те формы, которые ему более приемлемы, которые в данный момент будут более эффективны для его развития. Поэтому промышленные парки могут создаваться и по инициативе государственных органов, по инициативе местных органов. Но прежде всего, это заинтересованность бизнеса прийти в этот парк, разместить своё производство и начать производственный процесс. Согласно новому закону, государство оказывает поддержку через такие инструменты, как возможность передачи предприятию администратору активов, принадлежащих государству, бесплатно, то есть без арендной, без стоимости аренды. Если парк, инициатива по созданию парка охватывает землю, которая является сельхозназначением, то согласно закону для парка изменение назначения земель может происходить бесплатно. Это очень ощутимая льгота, потому что мы просчитывали, сколько стоит изменение назначения одного гектара земли, но это с учётом изменившегося курса валюты, наверное, где-то получается порядка 90 тысяч на один гектар, 90 тысяч долларов. То есть это очень ощутимая льгота. Следующая льгота, что администратор парка имеет право снизить арендную цену за аренду земли или активов до 30% от стоимости, которая рассчитывается согласно закону о бюджете. Это очень ощутимая льгота. Плюс льгота, которую имеют резиденты в промышленных парках в том случае, если они вкладывают инвестиции, и объём инвестиций в три раза превышает нормативную стоимость земли, на которой посредством инвестиций возведены какие-то промышленные объекты, и после сдачи этих объектов в эксплуатацию он имеет право выкупить эту землю по нормативной цене. Это самая минимальная стоимость земли, которая существует в государстве. Плюс эта стоимость фиксируется на ту дату, когда земля передана экономическим агентом в аренду. Если парк, согласно закону, создаётся на 30 лет, то экономический агент, сделав определённый объём инвестиций, получая право выкупа этой земли по льготной цене, может фактически её выкупить через 30 лет. То есть он не обязан сразу осуществлять дополнительные инвестиции, а продолжая этот термин, продлевая термин выкупа земли, он может, необходимые для этого деньги, дальше вкладывать в производство, развивать свой бизнес, получать соответственно с этого дивиденды. Вы знаете, как любое новое явление, которое начало развиваться в стране, конечно, мы сталкиваемся с определёнными трудностями, экономические агенты это тоже отмечают. Главная из них — это возможность финансирования со стороны государства этих парков. Но, тем не менее, в 2012 году в документы о финансировании промышленных парков были включены три наших парка. Это парк Чемишли, парк в Бельцах, парк Реут и индустриальный парк в Кишинёве, Траком, которые получили финансирование. Ощутимое финансирование? — 24 миллиона леев предусмотрены на два проекта по Тракому и по парку Реут, потому что там были разработаны технические проекты и задания. Простите, не по Тракому, а Единцы, парк в Единцах. Значит, парк в Бельцах Реут и парк Единцах, так и называется. Это 24 миллиона леев. В 2014 году началось освоение этих денег, то есть начали реализовываться проекты по реабилитации. — На 24 миллиона на все три или каждому? — На два парка. На Единце и на Реут. Это проекты, связанные с инфраструктурой парка, водоснабжение, канализация и строительство админкорпуса в Единцах. И вот до конца года первые 7,5 миллионов из этой суммы уже освоены. То есть в 2015 год мы должны освоить эти объемы. То есть у нас уже есть опыт привлечения государственных денег через Национальный фонд регионального развития на развитие парков. И, в общем-то, законом предусматривается возможность такого финансирования как из Национального фонда регионального развития, так и из государственного бюджета. И мы, как Министерство внедряющей политики, пользуясь этой льготой, ежегодно разрабатываем предложения по включению средств на развитие парков в проект о законной бюджете. Экономические агенты разрабатывают технические задания, технические проекты для возможности получения финансовых средств из Национального фонда развития. То есть даже вот из этих слов вы понимаете, что политика по паркам — это хорошее подспорье развития региональной политики, потому что цель политики о парках — создание парков равномерно по всей территории страны. И в настоящее время у нас идет процесс создания девяти промышленных парков равномерно по всей территории страны. Это три парка в северном регионе, это парк Чемишле-Кагул на юге, парк Траком — центр и парк Гагаузия. Поэтому сочетание политики по развитию парков и развитию регионов — это как бы два звена одной цепи. Конечно, мы делаем большую ставку на эти политики, потому что, как я уже сказала, парки предоставляют экономическим агентов, которых мы определяем как инвесторов, дают им возможность прийти на готовые условия и развивать свой бизнес с какими-то наименьшими затратами. И, конечно, в начале создания парков у нас была такая тенденция, что многие инвесторы хотели бы прийти уже в готовые помещения, только установить свое оборудование и заниматься производством. Тем не менее, потом у нас проявились и такие заявки, такие проекты, как возможность строительства или новых объектов, или, что нас очень радует, реабилитации уже существующих. Потому что два парка, которые сейчас активно развиваются, Траком и Реут, это парки, созданные на базе активов акционерных обществ с мажоритарной долей государства. Об этом я хотела спросить. В стране много покинутых промышленных зон в состоянии полуразрушения. Промышленные парки дают им второй шанс, да? Да. Поэтому возможность реабилитации старых активов на Кишиневский парк, парк в Бельцах. И сейчас у нас один из новых последних проектов, который готовится, разобраться по основным правительством. Это парк в Коголе. Частично на территории этого будущего парка тоже есть активы, оставшиеся от каких-то промышленных объектов. Но знаете, что хочу еще подчеркнуть? Что политика государства по паркам — это не создание государством, о чем я уже говорила. То есть это возможность бизнесу определения тех мест, тех регионов, где бизнес сам для себя определил более эффективные условия развития. И все-таки это получается, что возможность развития регионов страны через развитие системы промышленных парков. Ну и, конечно, пользуясь сегодняшней встречей, я уже хочу слушателей и телезрителей немножко сообщить некоторые наши первые успехи в момент создания, разработки технических заданий по созданию парков. А мы предполагали, что эти парки могут быть созданы в каждом регионе страны. Где-то объем инвестиций желательно, конечно. Хотя, опять же, здесь условия — это и рабочая сила, и наличие заинтересованности местных органов, и наличие инвесторов. Но мы надеемся, что через те рабочие места, которые будут созданы в рамках парков, мы сможем и частично вернуть те трудовые ресурсы, которые ехали за границу в поисках рабочих мест, и воссоздать новые рабочие места на местах, потому что, конечно, промышленные парки — это плюс еще и социальная стабильность. Рабочие места, зарплаты, воссоединение семей и социальная стабильность в стране. И как я уже говорила, что в момент начала разработки этой политики Министерством экономики вместе с партнерами по развитию, в частности, проект НОД, было сделано 8 технико-экономических обоснований возможности создания парков. Что такое технико-экономическое обоснование? Это возможность реализации проекта в этом регионе и наличие в этом регионе условий для развития проекта. И было оценено предварительно, что создание парков повлечет за собой где-то порядка 246 миллионов долларов, необходимых на реанимацию инфраструктуры, на создание новой инфраструктуры, на строительство производственных площадей. Ну, фактически у нас активно сейчас внедряющихся, это четыре проекта, из них два частных, два на базе вакциновых обществ с долей государства. Тем не менее, объем инвестиций, которые уже за три неполных года вложены в парках, это порядка 226 миллионов леев. За три года многое успели сделать? Да, но вы знаете, это при том, что многие парки, только-только сейчас экономические агенты, резиденты, отстроив и ведя в строй свои уже производственные корпуса, начинают активную деятельность. Да, согласно экономическим обоснованиям, как я говорила, где-то предполагалось порядка 9800 рабочих мест. Фактически сейчас уже создано, ну, можно сказать, тысячи рабочих мест. Но это только тот первый шажок, который мы делаем в направлении в парках. Потому что парки, вы понимаете, что если сегодня экономический агент отобран как резидент в парк, для того, чтобы вложить свои инвестиции, построить инфраструктуру производственную, конечно, нужно от двух до трех лет. У кого какой проект. Тем не менее, у нас уже на сегодняшний день работает в парках 41 экономический агент, который работает как резидент парка. Да, всего 41 экономический агент на 9 парках. Но из тех, что я им говорила, что активно у нас начали развиваться вот 4 парка. И, конечно, во многом успехи развития парка зависят от администрирующего предприятия. Поэтому, когда идет процесс решения, принятия решения о создании парка, большая роль должна отводиться администрирующему предприятию, его возможностям. И, конечно, способности привлечь финансовые средства для развития инфраструктуры парка. Вы использовали термин «отобран». По каким критериям выбирают резидентов? Да, это очень хороший вопрос. Потому что закон о промышленных парках, я сказала, не создает парки, а поддерживает процесс развития парка. У вас резонный вопрос. Мы с вами, да, говорили перед передачей, мы обсуждали эту тему. Вы спрашивали, а что дает частному, допустим, экономическому агенту, частнику, закон о парках? Ну, конечно, он дает ему возможность изменения назначения земли, возможность привлечения средств из бюджета и с фондов национального развития, возможность помощи в реализации проекта по созданию парка, возможность оптимизации процесса государственных проверок, которыми по закону могут подвергаться экономические агенты. Но через утверждение постановления правительства об оказании титула промышленного парка какому-то предприятию-администратору, то есть государство дает ему возможность пользоваться всеми льготами, которые я перечислила. В то же время, когда парк создается согласно закону о промпарке, экономический агент берет на себя ответственность развивать экономические виды деятельности и преимущества промышленные. То есть в рамках парка могут быть и объекты какой-то социальной инфраструктуры, и общепита, и какие-то консалтинговые учреждения, но прежде всего экономический агент на себя берет обязательство развивать промышленные виды деятельности. Поэтому, когда идет отбор резидентов в парке, мы очень хорошо, есть комиссия, которая оценивает те инвестиционные проекты, которые заявляются. Потому что вопрос ставится так, не отбор резидентов в парк, это второй вопрос, а отбор инвестиционных проектов. Инвестиционный проект оценивается, исходя из вида деятельности, которые он предусматривает, из объема инвестиций, которые он предусматривает, из сроков осуществления начала и окончания проекта, из критериев современных технологий, оборудования, которые будут внедряться при реализации этого проекта. Количество рабочих мест рассматривается также критерий о том, что технологии, применяемые в парке, не должны наносить вред окружающей среде. Когда проект соответствует всем вот этим критериям, тогда у него есть шанс быть отобранным в парке. Даже подумали об окружающей среде. Даже подумали, да, об этом. Это тоже программ. Потому что мы подразумеваем, что промышленные парки это плюс ко всему еще инновационные и современные технологии. И даже хочу сказать, что у нас в рамках промышленного парка «Траком» есть проект, который реализует компания «Старнет» — это о создании IT-парка в рамках промышленного парка. То есть новые технологии, инновации, современные виды деятельности — это те направления, которые прежде всего оцениваются, когда идет конкурс по отбору проектов и резидентов для промышленного парка. И, конечно, экономический агент берет на себя обязанность реализовать именно тот проект, с которым он прошел в парк. И, конечно, роль предприятия-администратора — контролировать выполнение его проекта. Потому что цель парка — развивать экономические и промышленные виды деятельности. И если вдруг экономический агент входит в парк с проектом по промышленным видам деятельности и вдруг начинает сделать склады, то, конечно, этот вариант, в этом случае есть прецедент пересмотра. — Есть прецедент. — Ну, в смысле, будет основание для предприятия-администратора. — Пока еще такого нет. — Но мы стараемся отслеживать, да, эти варианты. Предприятия-администраторы монетаризируют деятельность в парке. И, в общем-то, он должен следить за тем, чтобы экономические агенты не самовольно изменяли свои проекты. Конечно, могут быть какие-то экономические условия. Когда был заявлен один проект, он по каким-то причинам не заявляется, и он меняется в направленности проекта. Но это все должно проходить через конкурсную комиссию, потому что, к сожалению, наша экономика, мы очень вовлечены в мировую экономику, и наша экономика очень чувствительна к изменениям общей ситуации в масштабе мировой экономики. — На днях было принято постановление об открытии парка в Камраде. — Да. — Это будет самый большой парк в республике, да? — Ну, по площади, да. — По площади? — По площади, да. — Вот побольше об этом нам расскажут наши коллеги из Камрада. Елизавета. — Спасибо, Диана. Но прежде чем мы приступим к дискуссии, я бы хотела попросить операторов показать сюжет для наших участников и для наших телезрителей об открытии в Камраде промышленного парка. Около 50 предприятий планируется открыть в новом промышленном парке в городе Камрад. Эта огромная работа, проделанная руководством города, даст возможность создать более 2,5 тысяч новых рабочих мест. 20 января, в день празднования храма города, на месте открытия парка состоялась торжественная церемония. — Мы успели за этот короткий промежуток не только добиться того, чтобы правительство открыло этот парк. Почему говорю добиться? Потому что это настоящая борьба. Каждый регион хочет там открыть, но не каждый получается. Не у каждого получается. — Он очень важен для народа, для населения этого региона. Поэтому мы будем привлекать все необходимые инвестиции. А это действительно один из конкретных проектов, который будет внедрян в республике Молдова. И это будет способствовать развитию и региона, и Молдовы в целом. Принявшие участие в открытии индустриально-промышленного парка, гости и местные предприниматели отметили, что сегодняшнее событие не столько регионального, сколько республиканского значения, так как это самый большой промышленный парк в республике Молдова. — Наша компания является компанией со стопроцентным российским капиталом, которая на сегодняшний день готова привлечь инвестиции, в том числе инвестиции из Российской Федерации, для инвестирования в проекты, которые будут открываться на территории данного парка. — Я сегодня здесь не как политики, а здесь сегодня как представитель фирмы ООО «Низеран». И мы также готовы сюда выложить более трех миллионов евро для открытия более 80 рабочих мест. Борьба за данный проект велась между различными регионами страны, отметил в своем выступлении министр регионального развития и строительства. Но достался этот проект Камрату благодаря упорству и большой работе мэра города Николая Дудогла. — Сегодня уже подано 10 заявлений. 10 заявлений и предложено этими 10 предприятиями открытие 790 мест. Это, я считаю, самое главное наше достижение. Потому что в это тяжелое время, когда очень многие наши жители, которые выехали на заработки России, Турции и Европу, возвращаются назад. Мы должны думать об этом и открывать рабочие места у нас дома. Планируется, что в строительство индустриально-промышленного парка в Камрате будет инвестировано более 1 миллиарда 800 тысяч леев. Уже с наступлением весны начнутся работы по подведению коммуникаций, после чего заявившие о своем намерении участвовать в проекте начнут строительство производственных объектов. Ну что ж, уважаемые участники, 50 предприятий планируется открыть у нас в промышленном парке. Скажите, вот, а с чего началось и чья это идея была? Василий Савич, давайте вам слово. Ну, началось это в октябре 2013 года, когда примария муниципе Камрат под руководством уже экс-примара Николая Харламовича Дудогла, а ныне депутата парламента Республики Молдова и кандидата в Башкана Гагаузии, вышло с предложением муниципального совета об открытии промышленного парка на территории муниципе Камрат. И муниципальный совет по предложению примарии учелся за и против. Тем более, доводы были приведены более чем основательные. Речь идет о наиболее крупном проекте, который реализуется на территории Гагаузии. Речь не идет только о том, что это чисто комрадский проект. Самый большой парк Гагаузии это 50 гектаров земли. Это 1 миллиард 800 миллионов лев, которые будут инвестированы в парк. Это открытие более 50 предприятий на территории парка. Для того, чтобы сопоставить наверное, что республиканскому телезрителю интересно, весь бюджет Гагаузии и гагаузской автономии составляют около 500 миллионов лев. Здесь речь идет о сумме втрое превышающей весь бюджет Гагаузии. Конечно, таких проектов в Гагаузии давно не было. Где-то открывались предприятия, но это были мелкие предприятия, открытие каких-то текстильных производств, переработка, но до промышленного производства такого масштаба, конечно, не доходило. Хотелось бы сказать, что только настойчивость нашего примара Николая Храмовича Дугла позволила этому проекту начать воплощаться. Была созданная комиссия во главе с примаром Дудогла, которая начала разработку документаций. И вот 20 января в Храм города мы подошли уже вплотную к открытию этого парка. Было много гостей, были представители правительства, были жители города. Отрадно, что отслужил торжественное молебен высокопреосвященничий Владимир, митрополит Кишиневский, и Молдовы, который, так сказать, осветил это нас на благое дело. На момент открытия парка было заявлено 10 компаний, которые согласились и желание принять участие в будущем проекте. Причем это разные предприятия из разных стран, потому что проект получился у нас интернациональным. Это фирмы с турецким капиталом, это голландские, венгерские, собственно молдавские, это румынско-казахские, это предприятия с российским капиталом. И, конечно же, не обошлось и без местных предпринимателей, которые тоже хотят вложить в этот проект, вложить свои деньги. Сегодня из 13 участников, которых мы имеем будущего проекта, которых мы уже имеем, 5 это гагаузские предприниматели, которые хотели бы вложить свои деньги. Вы в сюжете видели, один из предпринимателей готов вложить 3 миллиона евро. А это очень серьезный проект для Камрата и Гагаузии. В настоящее время идет работа по привлечению и других компаний. На прошлом заседании муниципального совета было определено руководство будущего промышленного парка. Временное управление этим парком передано муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства на период строительства инфраструктуры, подведения канализации, электроэнергии, газа, строительства локальных очистных сооружений, которые будут работать только для промышленного парка. И был определен и руководитель, введена ставка руководителя. Это тоже временно пока? Да, пока проект не заработает. Потом он выделяется в самостоятельную единицу и, соответственно, будет уже работать дальше. Спасибо. Петр Иванович, как премария готовилась к этому проекту? С какими проблемами сталкивались? Необходимость этого проекта была вызвана тем, что у нас имеется значительное число свободных рабочих рук. Люди не имеют рабочих мест. Дальше у нас сельхозпродукции, которая вырабатывается, выращивается, она не перерабатывается. Что, конечно же, уменьшает приток инвестиций, уменьшает и поступление в бюджет. Поэтому Николай Харламович Дудогло внес предложение. Оно было принято муниципальным советом. И за период с ноября 2013 года, мы буквально за короткий период до июня 2014 года сумели разработать технико-экономические обоснования создания данного парка. Была определена управляющая компания. Этой компанией является муниципальным предприятием ЖКХ. Временно, что говорил Васильевич, да? Да. Ну, в настоящее время, да. Им же передана земля на 30 лет в аренду, что является одним из условий. И, конечно же, мы в настоящее время работаем дальше над данным проектом. Мы стараемся получить инвестиции, о которых говорила и Ольга через правительство, для того, чтобы дальше развивать структуру этого парка. Инфраструктуру, в первую очередь. Этот парк у нас находится в промышленной зоне. Это при выезде в сторону Кишинева, с западной стороны. Он занимает, компактно расположен, один километр на 500 метров. Поэтому те инвесторы, которые хотели бы с нами работать, им нравятся условия, которые там имеются. Это где-то и привлекательно, что фактически работа начинается на открытом участке. То есть ничто не препятствует тому, что хочет сделать инвестор. А эта земля была Примарии? Эта земля, да. Резервный фонд Примарии. И она и остается Примарийской. Мы просто ее отдали в безвозвездное пользование МЖКХ. Работу, которую мы провели по образованию промышленного парка, во многом она положительная благодаря тому, что та же Ольга консультировала нас постоянно, говорила, где что нужно сделать. Советовала. Да, советовала. И мы ошибок допускали мало, и поэтому очень быстро двигался наш проект. Мы надеемся, что до 1 марта у нас данное предприятие сможет заработать уже в полную силу, получим необходимые инвестиции, и дальше будет развиваться наше предприятие. Петр Иванович, скажите, вот там были люди, да, временно пользовались участками. Вот что с этими людьми? Ну, мы выявляем тех, кто имел там огороды. Размещено объявление, кстати, на вашем же, в том числе, телеканале. Люди приходят, и мы им составляем акты, что там, если есть многолетние насаждения, несмотря на то, что в огородах не разрешено, огороды не разрешено использовать под многолетние насаждения, но несмотря на это, мы стараемся с людьми найти общий язык, составляем акты о состоянии этих многолетних насаждений и предлагаем им земельные участки в других районах нашего города. Пока у нас конфликтная ситуация по этому вопросу нет с населением, да. Мы продолжаем работать. Борис Константинович, Вы, как начальник городостроительства, как оцениваете возможности парка в Гагаузии? Что даст Гагаузии этот промышленный парк? Во-первых, мне было сегодня очень полезно и приятно услышать представителя министерства госпожи Ольги об индустриальном промышленном парке, их задачи, цели создания во всей республике. Много познавательно она сказала не только для присутствующих, но и для телезрителей. Да. Я хотел бы подчеркнуть то, что, конечно, у нас в Гагаузии уже много лет, конечно, есть свободная экономическая зона. Она недостаточно загружена, недостаточно выполняет свою роль. И специфика ее совсем другая. Там не привлекаются рабочие места, не открываются рабочие места, нет, в общем-то, открытых новых предприятий. А вот цель и задачи индустриально-промышленных парков, это как раз самый главный приоритет, на чем было сказано и комментировался закон, и о чем моя госпожа Ольга говорила, это, конечно, в первую очередь привлечение инвестиций. И отрадно, вот мои коллеги говорили, инвестиции нам уже сразу же на открытие парка, вот на сегодня уже 13, было 10, сегодня уже 13 инвесторов готовы вложить свои деньги. Причем какая география, посмотрите, и Турция, и Россия, и Казахстан, и Венгрия, и что там у нас еще в Голландии есть, и в том числе наши бизнесмены Гагаузии. Из 50 предполагаемых открытых предприятий на сегодняшний день уже 13 заявок. Еще месяца не прошло. Ну, конечно, открыты двери для всех инвесторов Республики Молдова. То есть, что произойдет при нормальной организации работ? Произойдет вовлечение капитала. Это очень важно. Здесь у нас в Гагаузии. Открытие рабочих мест. Что такое открытие рабочих мест? Все говорили об этом. Это, конечно, мы сможем вернуть большое количество своих людей из других государств. Вернуться в семьи. Вернуться в семьи. Вернуться в семьи. Не все, но многие вернуться будут созданы условия. Это только на период строительства, сколько строителей будет задействовано. Как в наших местах, из Гагаузии, так и из Республики Молдова будут объявлены тендеры. Будут осваиваться, уже мои коллеги сказали, более миллиарда 800 миллионов лей. Но когда будет строительство, ведь будут задействованы смежные организации. Транспортные организации, строительные организации. Там будут и связь, и коммуникации. Это люди, которые будут привлечены. Что дальше идет? Очень интересная вещь. Наши региональные власти, вернее, муниципальные власти планируют, чтобы все предприятия, которые будут здесь задействованы, именно открыли расчетные счета в Гагаузии. И налогопоступление, конечно, пойдет в регион. А когда идет вливание инвестиций, это же не только заработают те, кто там находится. Наши люди, которые заработали на этих объектах, на строительстве объектов, на выпуске продукции. Естественно, получив деньги, они пойдут на рынок, в магазины, пойдут в торговые сети, пойдут другие. То есть возникнет оборот капитала. То есть повысится экономика. Экономика. Это не будет, допустим, сразу, но цех-то какая? Обеспечить рабочие места и поднять экономику Молдовы, региона. Я хотел бы особо подчеркнуть еще одну вещь, важную вещь. С открытием парка в Гагаузии Молдове. Лично я, да и думаю, что наше население, увидев это действие, мы очень высоко оценим отношение руководства страны к Гагаузии. Мы себя будем чувствовать и чувствуем, уже чувствуем достойным регионом равноправных Молдове. Были там когда-то у нас трения, мы знаем, что у нас были проблемы, у нас есть горячая голова, которая, в общем-то, а посмотрите, такие инвестиции, кто дает? Республика Молдова создает условия. То есть мы достойный регион, достойная Республика Молдова. И мы с ним, это очень, это очень, очень важно. Ну вот пока... Спасибо. Василий Александрович, как Вы считаете, уровень жизни повысится в ГГУ? Я просто добавлю к тому, что сказал Борис Константинович, юг, он всегда отличался от центра и от севера, существовала некая диспропорция. И, наверное, юг был аграрным преимущественно, переработка вся сосредоточилась в центре и на севере. И, наверное, это где-то стало одним из моментов в 89-90-м годах, когда заговорили о том, что гагаузское население и те, кто проживает рядом с ним, ущемляется. Сегодня вот внедрением таких проектов, если учесть, что по цифрам, юг производит, например, зерновых до 200 тысяч тонн мы производим в год. В республике собирается 1,5 млн, 1,6 млн. На 4 района республики, это очень внушительная цифра. Мы производим до 14% винограда, мы производим до 10% табака, мы производим 5-7% овощей. И вся эта продукция перерабатывалась не здесь, а перерабатывалась в других регионах. С внедрением таких проектов, потому что у нас в качестве приоритета, вот даже по тем заявкам, которые уже поступили, что предлагают инвесторы? Они предлагают холодильное предприятие для хранения овощей и фруктов, которые производятся в регионах с последующей их продажей. Которые уже заявились. Производство упаковочного материала, опять же, для хранения. Переработка орехов, потому что у нас это направление в последнее время очень бурно развивается. Установка теплиц, потому что если раньше каждое хозяйство, каждое село имело свои овощеводческие бригады, имело свое овощеводство развитое, то, к сожалению, сегодня оно перекочевало в частный сектор и далеко не соответствует тем стандартам, которые к ним предъявляются. Производство строительных материалов, потому что Камрад переживает сегодня настоящий строительный бум и, если мне память не изменяет, только на территории города у нас около двух тысяч экономических агентов. И внедрение одного проекта, этого проекта, вот Борис Константинович правильно сказал, во-первых, мы вовлекаем в работу две с половиной тысячи, открываем две с половиной тысячи рабочих мест. Если мы сегодня возьмем это представители одной семьи, если в этой семье по два-три может быть больше человек, потому что наши семьи, как правило, многочисленные, речь идет о том, что мы улучшаем условия жизни не для двух с половиной тысяч человек, а для десяти-пятнадцати тысяч человек. У нас сегодня уровень миграции из региона составляет от тридцати до сорока тысяч человек, которые находятся на временных заработках за пределами Гагаузии страны. Это Россия, это Украина, это страны Европейского связи, это Турция. Естественно, не будет такой надобности при достойной зарплате, а предприятия подбираются серьезные. Это румынские, это голландские, это турецкие предприятия, это российские предприятия. Это будет соответствующая зарплата, которую не надо искать где-то за пределами страны. А скажите, эти предприятия не будут зарегистрированы у нас в Гагаузии? Значит, есть непременные условия, и оно было сразу оговорено, юридический андрис должен быть только в Гагаузии. То есть все налоги будут оставаться у нас? Совершенно верно. У нас существовала порочная практика, если при первом руководстве автономии как-то контролировался этот процесс, то со сменой власти начался процесс, когда экономические агенты для того, чтобы не платить свои налоги в бюджет автономии, выводили свои юридические адреса в Тараклии, в Чемишлии, в Кагу, в другие регионы. Из-за этого страдал, естественно, бюджет. Я хочу к этому вопросу добавить еще один нюанс, чтобы мы не упустили. Не только в этом моменте местные органы власти борются за регион. Кроме того, такое принято решение, что если экономические агенты, инвесторы, которые будут осваивать на этом 50 гектарах свои участки, если в течение трех лет выделено участок, выделена земля, не осваивается, то будет право его аннулировать договор и забрать землю, передать тем инвесторам, которые будут это продавать. Не получилось, занял место и ничего не строит, ничего не производит. Петр Иванович, а выкупать эти участки, что-то предусмотрено с примарией. Ну, Ольга говорила как раз об этом. Во-первых, все, кто хотел бы принять участие, стать резидентом промышленного парка, он должен пройти своеобразный конкурс. Там только и на конкурсе, конечно же, как раз анализируется все те условия, о которых вы говорили. То, что он должен иметь счета в Гагаузе, он должен развивать определенные виды производства и так далее. И только по завершению определенного периода, после того, как он выполнит эти условия, он покажет себя примерным президентом организации, которая действительно способствует развитию нашего региона, тогда, конечно же, может стать вопрос о продаже этого земельного участка. Но это после 30 лет аренды. Спасибо. Диана, вот такая дискуссия состоялась у нас в студии. Пока передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Ну что ж, какие трудности вы предвидите для парка в Камраде? Вы знаете, наверное, нельзя говорить, какие трудности я предвижу, потому что эти трудности есть у каждого экономического агента. Прежде всего, они связаны с развитием. Это те объективные условия и требования, которые определяются каждому парку. Потому что коллеги уже говорили о том, что сейчас самая первая очередная задача — это строительство инфраструктуры парка, это и сеть водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, если оно будет газоснабжение необходимо резидентам парка. И вот эти деньги могут быть в том числе привлечены из Национального фонда регионального развития. И, конечно, тоже мы с коллегами в процессе подготовки к строительству правительства по передаче титулов промышленного парка для администрирующего предприятия. Мы об этом говорили, что политику по строительству парка нужно вести очень агрессивно. И агрессивно в хорошем смысле слова. То есть надо очень настойчиво обращаться к органам местной власти, к органам государственной власти, использовать все возможности законодательные, юридические, которые сейчас даны государством в процессе развития парка. От того, насколько будет контакт между органами местной власти, предприятием-администратором парка, между органами государственной власти, это во многом определит эффективность работы по привлечению инвестиций. О чем я веду речь? Надо знать законодательство, нужно использовать все возможности, нужно своевременно и качественно разработать технические задания, проекты для того, чтобы участвовать в конкурсе на выделение средств из Фонда национального развития. Надо использовать эффективно те механизмы, которые предоставляет трансграничное сотрудничество. Нужно хорошо продвигать парк, участие в международных и внутренних выставках, круглых столах, каких-то дискуссиях. Вот сегодняшняя наша передача, она очень хорошо дает еще один шаг в медитализировании этого парка, в привлечении каких-то заинтересованных лиц к процессу строительства парка. Но вы знаете, Диана, вот то, о чем мы с вами говорили в перерыве, переходя от трудностей парка, я хочу сказать, задронить еще такой интересный момент, что у нас промышленные парки — это еще и возможности кластерного развития. Что такое кластерное развитие? Это тот механизм, когда воедино создаются агломерации, состоящие из компаний промышленных, научных, исследовательских, университетов, сельскохозяйственных, которые для решения каких-то общих целей или по созданию продукта, или по продвижению продукта создают кластер. В рамках парка Камбратского этот механизм очень виден уже сейчас, потому что коллеги, по-моему, не уточнили, что из 50 гектаров земли, которая предназначена для создания парка, примерно 40 гектаров — это земля промышленного значения, то есть предназначенная для строительства промышленных сооружений, и 10 гектаров с небольшим — это земля с лихозным значением, потому что ценность земли высокая, и не было возможности изменения назначения этой земли. И согласно тому техническому обоснованию, через который было заявлено создание парка, в рамках парка предусматривается строительство, в том числе и теплиц, значит, выращивание каких-то овощей, которые могут быть переработаны или после частичной обработки сохранены на территории парка, если там будут создаваться холодильники, то есть у нас создается кластерная цепочка, и через вот эти цепочки, которые помогают участникам даже парка осуществлять и решать какие-то совместные проблемы, может во много уменьшаться затраты бизнеса на проведение каких-то исследований, на проведение каких-то операций по продвижению своей продукции, по транспортировке, может, какому-то юридическому обслуживанию. И тоже хочу сказать, пользуясь моментом, что кластерные инициативы вообще в Камрате уже есть. Есть и на кластер, который создан в Камрате, куда вошел и местные органы власти, и Камратский университет. То есть промышленные парки — это еще и хорошая возможность использования кластерных преимуществ для экономических агентов. У нас осталось мало времени, у меня много вопросов. Так, у меня такой вопрос. Промышленным паркам оказываются какие-то льготы на предоставление газа, природного электроэнергии, тарифные льготы какие-то? Значит, на сегодняшний день в законе о парках предусмотрены фискальные и таможенные льготы. Фискальные тоже? Фискальные тоже. Предусмотрены. Но их пока нет. Нет. В данный момент Министерство экономики начало разработку предложений по именно налоговым льготам для резидентов парка. Наверное, неправильно будет мне сейчас озвучивать, потому что процесс этот достаточно сложный в том плане, что должны быть очень достаточно взвешены те льготы, которые будут даны резидентам парка, чтобы выделение, оказание этих льгот резидентам не повлекло за собой ухудшение каких-то условий для бюджетных, бюджетов всех уровней, для других экономических агентов. Тем не менее, мы понимаем, что в рамках парка должны быть созданы какие-то льготные условия для перерыва, периода начала инициирования проектов и начала бизнеса. То есть некие, может, налоговые каникулы, может, уменьшение каких-либо налогов для резидентов парка на период, когда идет осуществление инвестиционного проекта. Мы это предусматриваем. Но процесс этот, конечно, требует какого-то временного измерения. Поэтому сейчас сказать точно, что будут такие льготы или нет, я не могу. Резидентам, которые ориентируются на экспорт, будут для них какие-то льготы? Или тоже показаны? Вы знаете, что закон о промышленных парках предусматривает создание какого-то изолированного, комфортного режима для тех резидентов, которые работают на территории парка. Мы вообще говорим об этом и мы считаем, что у нас в стране создан, в принципе, достаточно комфортный инвестиционный климат. У нас экономические агенты на территории всей страны пользуются общими льготами и возможностями. Но механизмы свободных экономических зон или промышленных парков — это дополнительное стимулирование экономических агентов, которые берут на себя определенные обязательства, как я уже говорила. Мы сегодня не успеем поговорить и о свободных экономических зонах, но вернемся к этой теме. Механизм приватизации земли уже разработан? Вы знаете, механизм приватизации земли не нуждается в разработке. Приватизация земли в рамках промышленных парков идет по механизму, разработанному и применяемому в стране в настоящее время. То есть, согласно закону купли-продажи земли, идет механизм. Единственное требование закона о парках, как тоже мои коллеги подчеркивали, это необходимость внести инвестиции, которые в три раза превышают стоимость того участка земли, на котором воздвигнут экономическим агентом промышленный объект, при условии, что этот объект не просто построен, он сдан в эксплуатацию. И когда инвестиции превышают в три раза, за экономическим агентом фиксируется возможность выкупа земли по той цене, которая была на дату сдачи ему этого участка в аренду. Но инвестиции, осуществленные и уже освоенные, которые начинают работать, это непременно участие, это особенность закона о промпарках. И цена номинальная. Если сегодня, вот мы в свое время проводили исследование по Тракому, когда разрабатывали проект по парку Траком, если в 2006 году стоимость одного гектара земли в рамках парка, в рамках Тракома стоила 46 тысяч леев, а в 2009 году она стоила 92 тысячи леев, то есть если мы сегодня взяли землю в аренду, сделали инвестиции, и вот сегодня эта земля стоит, допустим, 100 тысяч леев, если через 30 лет, время, когда действует парк, эта земля будет стоить уже миллион леев, то экономический агент, выполнив условия закона о парках, покупает ее по 100 тысяч леев. Мы последний вопрос перед тем, как предоставить заключительное слово Камрату. В уже существующих парках все-таки больше иностранных инвесторов или молдавских? Вы знаете, есть парки, где превалируют наши экономические агенты, есть парки, где пока экономический агент, резидент парка является иностранный экономический агент, как вот парк, промышленный парк Единица. Хорошо, время нас поджимает, так что, Елизавета, вам заключительное слово. Анна, ну что ж, уважаемые участники, к сожалению, время ограничено в нашей передаче, но в ваших заключительных словах я попрошу очень коротко и ответить еще и на такой вопрос, вот чем может инвесторов привлечь наш Камратский промышленный парк? Ну, наверное, во-первых, Гагаузия это очень привлекательный с географической точки зрения перекресток. Ну, а льготы какие-то, льготы, что-то будут для них? Перекресток, потому что Гагаузия некий перекресток между Молдавскими районами, Гагузскими районами, вблизи у нас располагается Украина, неподалеку Румыния и вот такое равноуделенное расположение от разных государств, это есть первый плюс. Второе, у нас есть помимо Молдавского законодательства, собственно, Гагузская законодательство, которое позволяет дополнительно простимулировать тех экономических агентов, которые будут участвовать в реализации проекта промышленный парк. И плюс законодательство местное, это функции муниципальных местных органов власти, которые тоже могут дополнительные льготы предоставить экономическим агентам на период, связанный с реализацией проекта. Ну, конечно, госпожа Ольга сказала, что одна из самых главных льгот, это земля. Не буду комментировать сейчас, но в Гагузии уже господин мой коллега Ванейкович Василий сказал о том, что, во-первых, у нас много сельскохозяйственного региона, очень много продукции, которым подлежит теперь работе и реализации. Это очень важно. И интересно будет для инвесторов. Интересно будет сюда, потому что есть чем работать. Ну и я хочу сказать, как бывший депутат Народного Собрания, еще в мою бытность, мы принимали закон, это лет 8 назад, закон о льготах каких? Зарубежные инвесторы, которые инвестируют более 50 тысяч долларов в Гагаузию, на 5 лет освобождаться от всех видов налогов. Возможно, сейчас эта цифра изменилась, но абсолютно точно зарубежные инвесторы освобождаются от налога на 5 лет. Это значит, что стимулирует их развитие. И это важный фактор. Более того, конечно, мы имеем сегодня в Гагаузии очень хорошее отношение наше руководство именно по лице примара Дудогова Николая Харламовича, который, я уверен, скоро станет башканом. У него очень серьезные дружеские отношения как с Россией, с Турцией, с другим западным миром. А это значит реализация продукции. То есть не будет залежиться она здесь, не будет нам те трудности. Мы меньше будем подвержены трудностям, которые, в общем-то, сегодня есть в Республике Молдова. У нас есть возможность реализации продукции. Так что у нас по всем показателям в Гагаузии вкладывать деньги, инвестировать сюда очень выгодно. И рабочая сила, у нас все есть для того, чтобы инвестировать. Поэтому хочу обратиться к потенциальным инвесторам, бизнесменам, как Республике Молдова, Гагаузии и зарубежьям. Пожалуйста, не бойтесь. Льгот будет достаточно. Волит Примар, наш, еще раз уверен, будет скоро башканом, он очень заинтересован помогать всячески. И, конечно, очень важный момент. Руководство Республики Молдова идет нам на встречу. Я это важно подчеркнул, потому что мы являемся достойным субъектом и достойное место в нашей родной Республике Молдова. Спасибо. Петр Иванович, бюджет наш увеличится? Бесспорно. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше инвесторов было иностранных, потому что вы все знаете, что у нас очень много сельхозпродукции, которую нужно перерабатывать. Это даст нам дополнительные инвестиции. И у нас рынки открыты. Рабочая сила имеется. Бюджет будет развиваться. И люди будут жить лучше. Спасибо вам. Бесспорно. Все для этого. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Мне остается только напомнить, что в сегодняшней программе в Камрадской студии приняли участие Василий Савович Нейковчин, председатель Камрадского муниципального совета. Спасибо, Василий Савович. Спасибо. Борис Константинович Новак, начальник гостроинспекции Гагаузии. Спасибо. Спасибо. И Петр Иванович Иванов, заместитель примара муниципия Камрад. Программу провела в Камрадской студии Елизавета Ротарь. Диана, пока передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Ну что ж, спасибо вашим гостям. Спасибо, госпожа Баданова, за участие в нашей программе. Вопросов осталось еще очень много. Мы к ним обязательно вернемся в наших следующих программах. Ну что ж, промышленные парки и свободные экономические зоны могут стать реальным выходом для молдавской экономики. Но для этого совместными усилиями бизнеса и государства нужно создать благоприятные условия для привлечения в том числе и крупных иностранных инвесторов, что безусловно поднимет имидж нашей страны на международном уровне. Ну что ж, как я говорила, вопросов осталось очень много. Мы обязательно к ним вернемся в наших следующих передачах. С вами была Диана Мемец. Оставайтесь рядом с каналом Редионал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова